В модельном бизнесе, как и в модной индустрии, в целом в последние годы происходят серьезные изменения. На модных показах в первых рядах вместе с редакторами глянца уже давно сидят известные блогеры. Сами дизайнеры черпают вдохновение на улицах и все чаще приглашают в качестве модели девушек с нестандартными параметрами. А что же тогда с классическими параметрами модельной внешности? Об этом мы спросили у Алисы Лауфер, скаута конкурса Elite Model Look. Модель – это модель. Девочка должна быть, если это девушка, от 172 см. Это идеальная кожа, идеальная фигура. По поводу типажей лица, сейчас востребованы и красивые лица, и, как их любят называть, странные лица. С ростом популярности российских дизайнеров работа у наших моделей появилась и на внутреннем рынке. Но, тем не менее, попасть в международное агентство по-прежнему считается престижным. Я хочу себя попробовать в модельной сфере уже как-то по-настоящему. Это такое крутое агентство, и если у меня получится пройти этот кастинг, это будет нереально круто. Наравне с девушками в модельном бизнесе участвуют и модели мужчины. В последние годы конкуренция среди представителей сильного пола возросла. На подиумах и в журналах они появляются все чаще. Дизайнеры приглашают и возрастные, и характерные типажи. Что касается параметров мировых агентств, как правило, они рассматривают ребят ростом от 183 см спортивного телосложения. Был опыт работы в Челябинске, какие-то лукбуки для журнала, фотографии, просто творческие съемки. А за границей пока опыта не было, но, надеюсь, получится. Приезд в Челябинск представителя всемирно известного модельного агентства большого ажиотажа почему-то не вызвал. То ли все модели в ту субботу уехали из города, то ли молодые люди у нас в большинстве своем больше не мечтают о модельной карьере.